всем привет 5 ноября 2021 харьков украина и сегодня постараюсь кратко но кратко не получится сделать для вас видосик о том как получить посылку как сделать заказ и самое главное как посадить какие расстояния в общем видео от а до я с дополнениями очень рекомендую к просмотру потому что есть такие нюансы которых возможно вы не знаете которые могут очень сильно повлиять на жизнеспособность растения так все меня посмотрели я вам пока больше не нужен наверное будет примерно вот так так хорошо вы получили то значит давайте сначала заказ заказ вы сделали заказ значит мы созвонились сделали предварительную запись потом я вам перезваниваю уже перед отправкой вы проплачиваете в основном на карту в некоторых исключениях это наложенный платеж и посылка вам отправляется посылка приехала посылку надо забрать обязательно посылочку забрать как можно быстрее потому что хоть она его влажной тырсе все подписано но не не должна она быть на новой почте вы ее забираете как хранить значит посылки приходят в основном вот таких мешков во многих дорожниц уже будет коробка в этом году постараюсь но к осени следующие точно будет в коробке значит вы посылку открыли посмотрели все ли там хорошо самое главное влажный корень влажная тырса и потом вы просто вот так вот здесь веревкой заматываете или скотчем хорошенько чтобы вот здесь у вас была влажная тырса обязательно и периодически просматриваете посылка в таком состоянии не должна быть при минусовых температурах ни в коем случае то есть хранить можно где-то на закрытом балконе в погребе без проблем достаточно долгое время но опять же вы должны постоянно проверять если надо немножко увлажнять даже было именно влажная тырса не мокрая и ни в коем случае не сухая влажная тырса надеюсь это понятно абсолютно не сложно но это важный момент также к высадке вы в этом же мешке и уже непосредственно перед высадкой вы достаете то растение которое вам необходимо а вертушка у вас приоткрыта убираем это был важный момент его надо учитывать сейчас мы произведем посадку кундука сорт гейтманских него предоставил сергей алешкин триапоника воз изнатка сергей триапоника очень ценный сорт и уже на своем участке возле дома я его хочу подсадить значит по расстояниям спрашивают на каких расстояниях посажать фундук здесь у меня вот следующий пусть и где-то два метра здесь эти растения будут либо через один это испытательные скажем так участок здесь я могу сделать минимальное расстояние расстояние вот у вас фундук допустим вырастает 4 метра как примерно так и надо 4 в одну 4 в другую расстояние в ряду вы можете уменьшить то есть сократить его здесь допустим до трех некоторые даже до двух с половиной метров при условии если у вас ветки пойдут в бок с севера на юг если у вас такая будет тема не севера на юг то у вас будет освещаться одна сторона а другая сторона у вас получается будет в основном затенение и орех на некоторых сортах там будет мельче его будет меньше важный момент поэтому с севера на юг то расстояние в ряду можно уменьшать а междуряди должны быть побольше до чтобы вы не топтались по ореху также возможно высаживание квадратами я их неоднократно показал на своем канале то есть вы растение высаживаете с наклоном где-то для чего для того чтобы она сначала пошло в наклон потом вверх и вас такой будет квадрат где-то полтора на полтора приблизительно очень удобно ухаживать пока себя развитие квадраты хорошо показывать но это на испытание это я сам придумал такую тему также есть еще много разных способов поэтому универсального способа нет но в принципе я же говорю вы исходите из высоты растений то есть если у вас между растениями они вырастут 4 метровые а вы как здесь у меня допустим два метра то вы даже пройти не сможете вы даже не сможете пройти это только для изгороди тогда можно поплотнее но тогда растения вытянутся вверх станут максимально высокими и узкими скажем так ну и площади питания не будет маловато поэтому это не тот случай здесь будет немножко другая ситуация здесь либо через один они будут для плодоношения но так как орех мне не нужен то здесь скорее всего будет браться черенок и немножко отводка с него вот такая тема плюс испытания поэтому в моей ситуации мы исходим из высоты растения соответственно в ряду мы можем и подружаться при определенной формировке если это штамп можно чуть меньше если он по бокам соответственно еще можно уменьшить пару веток вот так в бок в бок в бок но тогда междуряди конечно надо делать пошире чтобы вы не топтались по ореху это важный момент то есть если 4 метровый в ряду минимально 3 с севера на юг а междуряди где-то 4-4 с половиной еще лучше чтобы не топтаться по ореху надеюсь это приблизительно понятно схем разных много поэтому честно говоря подсказать очень тяжело смотреть индивидуально но примерно вы поняли исходить надо изначально из участка на котором вы высаживаете если вы в линию их высадите вот здесь допустим так здесь можно было делать метра три три с половиной четыре и прекрасно эти растения бы им хватало солнца что здесь мы практически с севера на юг грубо говоря и был была бы хорошая освещенность и были бы хорошие урожаи скажем так поэтому все индивидуально так разобрались хорошо так теперь берем иначе саженцы вы принесли на участок у вас должна быть плюсовая температура если будет минус ночью это абсолютно не страшно вам нужно просто высадить при плюсовой температуре запомните это все самое главное берем наш саженец небольшой сергей меня предупредил вот такой саженец прекрасный сорт он уже его замазал специальной садовой краской но если садовой краски нет то садовым варом после того как вы посадите надо будет через когда подсохнет место среза надо будет замазать это очень ну скажем так желательно теперь не заветривайте корневую то есть сейчас вытащили все влажненько и сейчас будет произведена посадка то есть соответственно мы корневую не заветрием все находится в пакете это тоже важно потому что ни на одном из этапов мы саженцы не заветрием это важно чтобы все вот эти микро всажившие волоски остались живы не засохли и начали сразу работать на растение ну иногда я подрезаю корни ничего там страшного нет некоторые корни травмируются при выкопке ничего в этом страшного нет потому что мы делаем балансировку то есть мы саженец мы смотрим вот у него корневая и верхняя часть прекрасно соответствует если у вас здесь толсто а здесь мало корней то лишнее подрезали если здесь нет корня допустим можно не подрезать и тогда сделали ниже чтобы был баланс да и почки наплывут даже если их ни одной нет или они повредят не дай бог при пересылке они все равно наплывают и все равно растения вегетируют вот такого плана у вас должно быть к посадке готовы растения мы высылаем подрезанные саженцы при необходимости вы его еще подрезаете то есть вы должны сделать баланс вот он сбалансирован если здесь огромная копна соответственно высоту саженца можно сделать повыше но ты все наша задача посадить корень и то что потом из него пойдет именно из него скорее всего будет идти формировка если из вот этого формировать то мы оставляем две-три верхних почки до четырех они в разные стороны начинают вегетировать и это будущий маленький штампик но скорее всего это для быстрейшего вступления в плодоношение с сортом скажем так определить что это тот сорт который вам продали но потом все равно скорее всего особенно это касается трапезун до некоторых других сортов кромановские на клеури и так далее там немножко другая тема там надо будет делать косой средств они весной об этом чуть попозже но то что выйдет потом порос из нее лучше то есть мы выращиваем корень самое главное такое все поехали значит ямы может делайте глубокие делайте по технологии я никого никогда не делаю у меня все совсем по-другому так верхние верхнюю часть земли в одну сторону плодоробную саженец небольшой поэтому и я могу подниму сильно больших голубь я могу неплодородную землю копнуть ее в другую сторону нападет наверх пока я немножко расширю все этого достаточно дальше берем наши растения теперь по поводу удобрений самое опасное это то что бросают в ямы что попало и куриный помет и все остальное в общем я никогда никому еще не рекомендую потому что вы этим легко можете уничтожить растения это для осеннего внесения называется чистый лист найдете в интернете можете покупать харьков делает недорогое средство вот такое быстро растворима сейчас дождями с влагой она растворится я буквально немножко просыпаю немного все там ну пол чайной ложки это так не больше растение маленькой тем более и вот так вот немножко землю раз так теперь выставляю растения как я хочу чтобы она у меня было корешочки все хорошо и в земля у меня должна покрыть вот здесь 5 до 10 сантиметров 5-8 это нормально все примерно выставляю как бы мне хотелось теперь инициатор отчего часто погибает растение потому что личинка майского жука очень быстро съедает ваше растение для ценных растений для у меня всегда найдется таблеточка инициатор работает от одного года и более можно купить в интернете без проблем можно в магазинах поискать только в нормальных магазинах немцы байер я не неоднократно о нем рассказал прям под корень все готова больше ничего не надо дальше теперь берем плодородную землю подсыпаем ее корешочки под засыпали ровненько выставил немножко притрамбовал все там корешочки так теперь землю которая сверху и оставил небольшой такой кратер получился у меня небольшой и и теперь я уже поплотнее прижима можно было пролить до этого я не проливал здесь другая ситуация яма маленькая растения маленькие дальше беру солому если у вас нет мышей это важно у меня кошки здесь мышей суба нет если есть мыши можно тонким слоем так как у меня мыши нет это будет слой посерьезнее я укутываю растения здесь самое главное даже не само растение а его рис и корень они у меня оказались полностью прекрасном состоянии дальше если вы запомнили если срез мы срезаем непосредственно перед высадкой а потом садовым варом обрабатываем теперь земля влажная прошли дожди я супер усердствовать не буду хорошенько проливаю маленькое растение достаточно одной поливалки побольше растения потом конечно можно будет еще по проливать земля должна быть влажная солома будет хорошо держать влагу не так хорошо сильно пускать мороз поэтому это агроприемчик очень даже замечательно не так всегда делаю ребят у меня все замечательно и выпады конечно бывают но очень достаточно редко и на каких-то либо чужих растениях либо своих мелких поэтому мелкие растения в этом году не высылались только по договоренности саженец был замечательный сработали мы хорошо практически без скажем так каких-то залетов из нервотрепки сезон был очень хорош отказы были но это виноват коронавирус с этим ничего не поделаешь уже это все понятно так теперь значит что можно потом сделать когда у нас можно на зиму можно ранее весной теперь просто следить чтоб там было влажно ну как правило дожди мокрый снег они сделают свое дело самое главное чего может погибнуть саженец особенно вы покупаете сорта такие как трапезунт шедевр карамановский ну в общем такие сорта скажем так которым надо уделить внимание что можно сделать на зиму можно укрыть агроволокном это по моему пятидесятка если не ошибаюсь в несколько слою прям заматывается растение то есть контакт с растением будет я так пробовал неоднократно замечательно а можно еще лучше сделать бесконтактно только это сейчас полипропиленовый мешок у меня заказчик делал весенняя посадка шедевра были заморозки серьезные и он сделал 4 палочки ну палочки таких чтобы не прорвало этот пакет и мусорные пакеты обычные одевал одеваешь потом снимаешь когда заморозок проходит чтобы когда было тепло не начиналась усиленная вегетация под этим мешком то же самое с агроволокном агроволокно почему его сильно не советую потому что его надо будет снимать его надо будет весной снимать и потом из заморозок опять одевать и либо вот такой вот мешок полностью до земли чтобы не было контакта с растением эти четыре палки очень хорошо защитят растение и не будет контактно бесконтактно можно и на зиму я думаю без проблем закрывать но я делал контактно на зиму и мне не понравилось и мне не понравилось потому что были в этих местах обморожения на молодых растениях и я подозреваю что из-за прямого контакта поэтому это был с полиэтилен пузырчатый пузырчатая пленка должно быть наоборот хорошо но эти мешки как там не знаю не сработали то есть лучше бесконтактно или пузырчатая пленка или на крайняку такой полипропиленовый мешок внутри с полиэтиленом из-под сахара в общем вы меня поняли да это может быть все что угодно любая конструкция которая бесконтактно закроет ей можно вообще хоть и ведром сверху прикрыть весной а потом убирать это ведро чтобы растение скажем так свет солнечный получала но светлое агроволокно светлый мешок будет пропускать свет все будет замечательно в этом плане пользуюсь вот такой лопатой всем очень рекомендую фирма по моему интертул называется очень мощная лопата вообще замечательно очень удобно ну купили харькове на рынке и пока больше не встречается к сожалению я взял бы еще это из хорошего потом у меня с собой всегда вот такое ведерко в котором я ношу различные принадлежности подписать подпилить садовый варчик в общем это очень удобно вам тоже рекомендую при посадке фундука очень хорошо помогает в жару весна прошла весенний заморозки на конструкцию верно мешочек убираем а потом при желании вот такая вот сетка есть если очень жарко когда уже ближе к лету то соответственно можно будет одеть полностью вот такой вот уже чехольчик притеняющий для него это тоже сыграет очень хорошую роль поверьте мы уже опробовали не на одних растениях замечательная тема и соответственно очень хорошие поливы фундук любит воду поэтому раз в неделю это не работает с ним замульчированы в жару хоть каждый день поливать и смотря какой грунт ну да и ежедневные поливы и тогда быстрее вступают плодоношение и все у него будет замечательно потом третий важный момент это болезни фундука почему я рекомендую химию на меня там тренде от химия ну ребят потому что химия я знаю что вы можете купить достаточно легко если вы обработать она работает по крайней мере пока молодой растение пока нет ореха это важно а потом уже пожалуйста переходите на биопрепараты они достаточно замороченные там надо и выполнять много условий если захотите пожалуйста работайте вопроса нет на задача чтобы вы купили и чтоб растение у вас сохранилась я вот сейчас вам рассказал все что нужно сделать для того чтобы сохранить растение больше секретов то никаких особо и нет на самом деле вот все секреты я вам их рассказал поэтому обязательно с весны когда пойдет вегетация про обрезку еще говорить не буду по обрезку мы делали отдельные видео будем еще делать это касается сортов там трапезунт и остальных сортов до любых принципе сортов когда выводится сначала именно один штамп выводится подрезками там по 20 примерно сантиметров зависимости от растения выводится и только тогда вы получите действительно настоящий высокий штамп с огромной корневой морозостойки которым не будет погибания комбиального слоя не будет вот этих разговоров о завирусованности и так далее поэтому все будет хорошо поверьте все значит примерно разобрались по обработкам когда вылезли у вас листочки только начала почка трескаться в зеленый конус начинаем обработки два раза препаратом хорус каждые 10 дней до двух недель обработали подождали обработали в сухую безветренную погоду утром или вечером хорус выдерживает низкие температуры и два раза скор препараты хорус и скорб покупать только оригинальные уже об этом неоднократно говорил либо их аналоги их не хотите хорус кор пожалуйста берите аналоги вопросов нет все дальше следим за растениям если по листу следим по листу если с листом все хорошо растение все хорошо то есть листом все хорошо если начинаются покоричневение там по краям что-то еще пожелтение все значит либо нехватка питания либо воды либо болячки тогда уже надо разбираться в каждом конкретном случае но еще держим препарат допустим тапсин эмма и можно будет обработать скажем так продолжать обработки далее то есть по пару раз каждым препаратом можно обрабатывать все весь сезон одним и тем же препаратом обрабатывать нельзя все вот такие вот достаточно можно чередовать все препаратом медиан экстра он хорошо помогать я им уже обработал сейчас лист спадет я им еще раз обработаю растение чтобы они в зиму меня зашли оздоровленные так сказать для профилактики не растение не больны и слава богу все давно вылечено вот давным-давно сейчас просто идет профилактика вот такие казалось бы простые рекомендации которые на самом деле никакие уж они просты они очень важны если вы все это сделаете то я уверен у вас результат будет замечательный все на этом буду заканчивать давайте посмотрим что у нас получилось поближе замечательный замечательное растение а тут будет ему хорошо комфортно и прекрасно все всем спасибо огромное кто смотрел всем кому понравилось поставьте лайк пожалуйста кому очень понравился поделиться с друзьями там внизу и строчка поделиться кому что-то непонятно пишите в комментарии в ю тубе я отвечаю в первую очередь надо писать на вайбер и там это все отвлекает очень сильно поверьте у нас и личная жизнь должна быть но это где-то это ужас какой-то не надо ребята не надо если что-то действительно важно действительно важно только это все очень что-то важно не надо просто так звонить набирать не это не работает скажем так все есть на канале и пишите на канал на канале в комментариях и отвечаю именно в первую очередь все а теперь огромный привет из харькова всем спасибо огромное кто дослушал эту важную но нудную болтовню и всем пока